Добрый вечер в студии первого Дену Руснак с обзором основных событий. В начале коротко о главных темах выпуска. Вложить и приумножить. Инвестиционные преимущества Молдовы обсуждаются в рамках форума «Молдова Business Week». Для участия в нем онлайн зарегистрировались 1400 представителей бизнес-среды из 70 стран мира. Еще 25 тысяч следят за ходом дискуссии. Сюрприз для депутата. То, что происходило в Вагнице, это фашизм. Когда граждан Республики Молдова пытаются делить по национальному языковому признаку. У парламента прошла акция протеста против действий депутатов ПДС, унижавших жителей Левобережья и не позволявших им голосовать. Не штрафов надо бояться. Я думаю, что нужно поменять. Это для их безопасности. Патрульные останавливают автомобили, чтобы предупредить водителей о гололеде, снеге и необходимости сменить шины на зимние, чтобы избежать трагедии на дорогах. Ряду категорий ветеранов увеличат размер ежемесячного пособия. Депутаты утвердили проект внесения поправок в закон о дополнительной соцзащите определенных групп населения. Законопроект предусматривает повышение выплат участникам боевых действий по защите территориальной целостности и независимости Республики Молдова, а также участникам боевых действий в Афганистане и на территориях других государств. Продолжение выплаты в Афганистане и на территории лунарных статей для бенефицированных средств. Также увеличивается пособие ветеранам и ликвидаторам последствий аварии в Червонболе с ограниченными возможностями. Проект предусматривает, в контексту ассигурирования унии эхитетики, majorа коантума лунарных статей для статей с 100 лей для людей с дезабилетацией, в рамках ветеранилов аннутируя аннутируя, так как и люди с дезабилетацией, как и умерение аварии в Червонболе, и люди с декорацией с орденами и медалями для работы в СИДУ, в сервисе милитар импекабель, в спаде фронтуры, в годы во втором росте. Таким образом, пособие для людей с крайне тяжелыми формами инвалидности увеличится до 800 леев, с тяжелыми формами – до 650 леев, со средней степенью инвалидности – до 575 леев. Пособие для награжденных после увеличения составит 275 леев. Для реализации закона необходимо 67,1 миллион леев, которые должны быть предусмотрены в проекте закона о государственном бюджете на 2021 год. В онлайн-режиме стартовал сегодня седьмой экономический форум «Молдова Бизнес Уик». Мероприятие предоставит иностранному и местному деловому сообществу возможность изучить новые глобальные тенденции и раскрыть инвестиционный потенциал Молдовы. В конференции зарегистрировались свыше полутора тысяч бизнесменов. Ораторы из разных стран, включая молдавских предпринимателей, последующие два дня будут делиться опытом, а наблюдают за ними более 25 тысяч зрителей со всего мира. На конференции молдавские предприниматели могут рассказать о своем опыте и найти партнеров за рубежом. Премьер-министр Молдовы Ион Кику рассказал о преимуществах ведения бизнеса в Молдове, о торговых преференциях, о льготах, положенных инвесторам и о том, каких условий они могут ждать. Глава Кабмина также рассказал о сферах, которые пользуются особой поддержкой государства. Для участия в конференции зарегистрировалось 1400 человек из 70 стран. Когда есть талант и увлечение делом, простое хобби может превратиться в бизнес. Это доказала семья Никовых из Аргеева. Супруги на заказ делали ручные изделия из натуральной кожи. Портмоне, ремни, сумки, чехлы. Сначала для души. А через год, благодаря финансированию организации по развитию малого и среднего бизнеса, молодые люди открыли небольшую мастерскую и купили современное оборудование. В руках Никовых натуральная кожа становится настоящим произведением искусства. Фактическая идея создать бизнес пришла главе семьи Профиру, который понял, что качественные вещи ценятся за их долговечность. Супруги начали строить бизнес с помощью подручных средств, инструменты для резки обработки кожи делали вручную, впрочем, как и все остальное. У них не было мастерской, они не могли принимать слишком много заказов. Но до тех пор, пока жена Екатерина не решилась принять участие в программе ODIM, женщины в бизнесе. По пытке не пытка, и вскоре они получили грант в размере 63 тысячи леев. Помимо покупки высококачественной кожи, супруги смогли позволить себе модернизировать свое скромное ателье. Как только бизнес стал приносить плоды, в мире объявили пандемию. И планы были нарушены. Планы были нарушены. Планы были нарушены. Мы хотим, как план в марте, приглашаем 2 человека, но мы видим, что произошло в пандемии, что у нас нет. Планы были нарушены. Планы были нарушены, нарушены, нарушены местные места здесь, в Молдове. Планы были нарушены. Планы были нарушены. Планы были нарушены. Грант поменьше, в размере от 55 до 110 тысяч леев. Заявки на участие можно подавать до 9 декабря. С условиями конкурса можно ознакомиться на сайте организации по развитию малого и среднего бизнеса. Свыше 300 миллионов леев на поддержку аграриев, оставшихся в этот засушливый год без продукции, помогли им вовремя начать работы над урожаем будущего года. Глава Минсельхоза говорит, что озимовы уже засеяли свыше 300 тысяч гектаров. С декабряда мы на уровне очень хорошая уровня, даже в сравнении с прошлым годом. Существуют ингредиенты, которые еще больше нравятся, потому что у них были плыли в море и в саду Республики, практически на территории. Но очень много земли уже выглядит очень хорошо. Глава Минсельхоза утверждает, что в этом году засеет не меньше площадей, чем в прошлом. Также, по словам Иона Пиржу, в последнее время хлеборубы не спешат отправлять продукцию на экспорт. С экспортом фруктов и овощей тоже все в порядке, говорит глава Минсельхоза. Премьер-министр говорит, что в будущем году фермеров ждут хорошие новости. А вот чиновникам следует пересмотреть методологию субвенционирования на 2021. Глава Минсельхоза Респективно, мы должны быть более эффективными в репартизации этих денег, для того, чтобы каждый банк келтует выполняет объективность эффективности agricультуры. Респектация осуществления может быть как критерием, или чуть-чуть, как компаративный, мы говорим о зоотехнике, для того, чтобы использовать органические ограничения, потому что это может быть на ланте сопротивления для зоотехнии. Фонд субвенционирования в сельском хозяйстве в этом году впервые превысил 1,2 миллиарда леев. Дополнительно правительство выделило еще 324 миллиона на выплату компенсации фермерам, чей урожай пострадал от града и засухи. Аграриям выплачивалось от полутора до трех тысяч леев за один гектар. Депутаты впервые после 11 сентября провели пленарное заседание. К его началу в зале находилось 92 законотворца, а в повестке дня значилось 29 вопросов. В том числе создание следственной комиссии для выяснения обстоятельств, при которых через финансово-банковские учреждения Молдовы и при участии наших судей отмыли 20 с лишним миллиардов долларов. За проголосовало большинство парламентариев. Инициативу выдвинула фракция ППДП. Депутат Инга Григорио отметила, что деньги сомнительного происхождения легализовывались молдавскими судами и перенаправлялись в страны ЕС. Это дело расследуется как в Молдове, так и в Российской Федерации. Следственный департамент МВД России продолжает расследование уголовного дела в отношении участников международного преступного сообщества, которые в 2013 и в 2014 годах совершили незаконные валютные операции и вывели из Российской Федерации через один из молдавских банков более 500 миллиардов рублей. Среди обвиняемых и лидер нашей партии Рината Усатый. Следователями Следственного департамента МВД России заочно предъявлено обвинение Ринату Усатому. Рината Усатый в Следственный департамент МВД России в назначенное время для предъявления обвинения не явился. Копия постановления о привлечении его в качестве обвиняемого была вручена в установленном порядке его защитнику. Парламентская комиссия по расследованию должна будет заслушать все ответственные органы, а также причастных к этому лиц. Отчет комиссии будет представлен в законодательном органе в течение 90 дней. Инициатива о голосовании диаспоры с нарушением юридических процедур, выдвинутая фракцией по ПДП для включения в повестку дня, не что иное, как грубая манипуляция со стороны авторов. Вице-спикер, социалист Блад Батрынча утверждает, что это предложение было провокацией, организованной депутатами правого толка, чтобы вызвать волну новостей со скандальными и порочащими заголовками. Изначально проект поправок в избирательный кодекс не был включен в повестку дня, которая обычно составляется на две недели. Несмотря на это, в начале заседания один из депутатов потребовал рассмотреть документ. Но достаточного количества голосов предложение внести в проект повестку дня не набрало. Просто потому, что не были соблюдены законные процедуры. Вице-председателя парламента Влада Батрынча возмутило поведение коллег. По его словам, они решили поступить со законными процедурами, лишь бы получить возможность обвинить социалистов и фракцию ШОР в том, что они против диаспоры. Хотя на деле они против нарушения регламента парламента. В случае, в действии, манипулируют одни депутаты в парламент, которые пришли с идеей, что диаспора будет выбрать два дня. Мы, социалисты, в предыдущем legislатуре, мы бороться за диаспору, чтобы получить более большие circunscriпции. Мы поддержали процессы электронного процесса, чтобы быть один демократик. Социалист уверен, автор этого проекта намеренно нарушил конституционные положения, предлагая документ. Потому что такого рода проекты, предусматривающие выделение тех или иных средств, должны в обязательном порядке попасть на рассмотрение правительства, а затем и профильной парламентской комиссии. Но ни заключения Кабмина, ни заключения комиссии к проекту не прилагались. Батеринчи говорит, что эти скандалы провоцируются не просто так, они призваны стать ширмой, прикрывающей гладкое сотрудничество правых с фракцией ШОР. В парламенте нынешнего созыва после многочисленных рокировок кардинально изменилась конфигурация. Помимо фракций, ПСРМ, ДПМ, ПДС, ППДП и ШОР появились группы «Промолдова», сформированная перебежчиками-демократами, и группы «Пентромолдова», которые вошли те, кто ушел из «Промолдова». Также в законодательном органе работают несколько независимых депутатов. С проколотыми шинами перед зданием парламента. Так, группа избирателей выразила недовольство некоторыми депутатами партии «Действия и солидарности», которые ограничили их право голоса, перекрыв трассу у Варницы в день президентских выборов. Манифестанты отметили, что деяния законотворцев демократическими не назовешь. Организаторы акции утверждают, что подготовили обращение в Генпрокуратуру, чтобы депутат ПДС Игорь Гроссу ответил перед законом. Участники акции протеста перед парламентом осудили действия депутата ПДС Игоря Гроссу, который в день выборов угрожал гражданам и пытался помешать им реализовать право, данное им по конституции. То, что происходило в Вагнице, это фашизм. Когда граждан Республики Молдова пытаются делить по национальному языковому признаку. Когда граждан Республики Молдова пытаются лишить права голоса только лишь потому, что кому-то в Молдове не нравится их демократический выбор. Вадим Баринов – один из тех, кто на себе почувствовал всю ненависть законотворцем, бессовестно нарушавшего законы страны в день выборов. Говорит, что пытаясь помешать жителям Левобережья голосовать, Гроссу в который раз доказал, что партия, которой он так усердно служит, строит свою политику, разделяя граждан по языковому и национальному признаку. Я хочу обратиться к представителям партии ПАС. Игорь Гроссу, я принес тебе твои гвозди, которые ты раскидал на Варнице вместе со своими сторонниками в день президентских выборов. По этим дорогам каждый день дети едут на учебу. Матери отвозят своих детей в детские сады. Пожилые люди пользуются общественным транспортом, который также передвигается по этим дорогам. Майя Санду, ваш лидер, говорила о том, что будет достойно представлять Молдову на международном уровне. А вы в день выборов приезжаете на Варницу, оскорбляете и унижаете международных наблюдателей. Как ваши действия сопоставляются с заявлениями вашего лидера? Игорь Гроссу не вышел к манифестантам, хотя находился в здании законодательного органа. На звонки редакции Первого канала в Молдове депутат не ответил. Демонстранты потребовали, чтобы парламентарий публично извинился за то, что обозвал жителей Левобережья сепаратистами. По их мнению, такие действия нарушают любые демократические нормы. После этого мне страшно выходить на улицу нашей страны. Мне страшно доверять людям, так как я не знаю, чего от них ожидать. Мне страшно, что в нашей стране есть агрессивные люди, псевдокомбатанты. Манифестанты заявили, что подготовили обращение в Генпрокуратуру с просьбой привлечь к ответственности депутата ПДС. Напоминаем, что вице-председатель партии «Действия и солидарность» Игорь Гроссу и несколько членов партии заблокировали трассу Бендеры-Варница 1 и 15 ноября, когда проходили президентские выборы, чтобы не пустить молдаван с левого берега Днестра к урнам для голосования. Парламент поддержал проект правительства по введению новых мер против распространения коронавируса среди трудящихся, а также по поддержке деловой среды в условиях пандемии. Документ, утвержденный в первом чтении, предусматривает установление особого налогового режима для платежей, сделанных работодателем для проверки сотрудников на COVID-19. Это будут источники необлагаемого налогом дохода. Расходы, понесенные нанимателем на тестирование подчиненных, подлежат вычету при условии их документального подтверждения. Законопроект также предусматривает обеспечение дальнейшей выплаты единовременных пособий трудящимся инфицированным коронавирусом. Речь о работниках Нацагентства общественного здоровья, лечебниц МВД, Минобороны, Национальной администрации пенитенциарных учреждений, госбольниц, заведений срочной, догоспитальной и первичной медпомощи. Сегодня в стране выявили 1442 новых случаев COVID-19, а провели менее 3500 тестов. Заболевших с начала пандемии уже почти 94 тысячи. Между тем, из больницы выписали свыше 1300 человек. Всего недуг с марта победили более 75,5 тысяч. На данный момент госпитализированы 3185 пациентов, 253 из них в очень тяжелом состоянии. К сожалению, за последние 24 часа врачи потеряли 19 жизней. На дому лечатся 4272 человека, еще 27 с лишним тысяч на карантине под наблюдением врачей. Молдова не закрыла свои воздушные границы. Из Кишинева вылетают самолеты по 21 направлению. Но власти предупреждают, что перед покупкой билетов нужно выяснять, действительно ли данный рейс существует. Узнать это можно в Кишиневском аэропорту или в органе гражданской авиации Молдовы. Многих рейсов из Кишинева, которые были до пандемии, сейчас нет. Периодически на сайтах некоторых операторов появляется информация о том, что полеты возобновляются. Власти настоятельно рекомендуют не покупать, не убедившись, что новое направление действительно открывается. За выдачу разрешений на полеты в Молдове отвечает орган гражданской авиации. Там нам сегодня сообщили, что у авиаперевозчиков Молдовы пока нет разрешения на рейсы в Москву. Молдавские операторы могут осуществлять полеты только из Москвы в Кишинев. Единственный рейс из Кишинева в Москву осуществляет российский оператор. Он получил это право от гражданской авиации России. Но чиновники напоминают, что въезд граждан Молдовы на территорию Российской Федерации ограничен. Какие категории пасажиров могут попасть в Россию нужно узнавать из официальных источников перед покупкой билетов. А уже перед вылетом необходимо убедиться, что не появились изменения по правилам въезда в страну. Авторитета аэронатичная цивилина предупреждает все пасажиры, которые пытаются купить билеты при Москове, чтобы послушать, в основном, на странице Министерской Федерации экстерны, рубрикой «Алертный пассажиров», но и Амбасада Федерации Русской Федерации в Кишиневе. Если рейсы отменены, а пасажиры уже куплен билет, авиаперевозчики Молдовы должны compensать расходы за несостоявшийся полет. По закону, у оператора есть три варианта. Выписать пасажиру билет на другую дату, выдать voucher на полеты в другие города или страны, в размере 120% от стоимости первоначального билета, или вернуть деньги за билет на отмененный рейс. Если же анулируется рейсы на странного оператора, вариант compensации только один. Тоти оператери страницы, которые активируют на территории Республики Молдова или сборят на Аэропорт Интернационал Кишинев, и не умерли эти сборы за определенные причины, они возвращают деньги за пасажиры, которые купили эти билеты. По данным органа гражданской авиации, сейчас из Кишинева вылетают самолеты в 21 город. Эти рейсы можно увидеть на сайте Кишиневского аэропорта. Дестинатии по которым они сборят будут Букурести, Минск, Лондон, Анталия, Истанбул, Шармэль-Шейк, городы из Германии, из Италии и другие. Если авиаперевозчик хочет открыть новые рейсы с Кишинева или в Кишинев, он должен получить авторизацию от органов гражданской авиации. Недавно такой документ выдали опературы Объединенных Арабских Эмиратов для полетов Абудаби-Кишинев. Рекомендущие, авторитетная автономная цивилизация позволила новый автономный аэриан. Следует за то, чтобы авторитетный отправить автономную 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 и, в следующий раз, чтобы он был в автономной автономной компании в Молдове. 66 тысяч местных и иностранных туристов использовали услугами наших гостинцев, пансионатов и санатурев в январе-сентябре. И это на 78% меньше чем в прошлый год. Цифра тем более печальная, если вспомнить, что в 2019-м страну посетило рекордное количество человек. Статистика демонстрирует, насколько сильно пандемия ударила по ресторанному и отельному бизнесу. Если в 2019 году с января по сентябрь отрасль обслужила 300 тысяч внутренних и иностранных туристов, то за тот же период этого года цифра упала до 66 тысяч 200 человек. Из них 65% – это жители Молдовы, которые посетили туристические достопримечательности в стране. И лишь 35% – это гости из-за рубежа. Как правило, это люди, приехавшие за услугами, а не для того, чтобы увидеть в нашей стране что-то новое. Наибольший спад в детских лагерях отдыха они вообще в этом году не открылись. В гостиницах и санаториях количество клиентов уменьшилось на 76 и 65%, соответственно. По статистике, в январе-сентябре в отелях остановились 38 тысяч 100 человек, то есть 57% от средних показателей. В туристических виллах отдохнули 9 315 туристов, а в агропансионатах и санаториях зарегистрировано 8 768 клиентов и 7 900 пациентов, соответственно. Средняя продолжительность пребывания туристов в структурах размещения составила 5 дней. В доле иностранных туристов – около трети граждане Румынии, свыше 14% – гости из Украины, далее по убыванию приехавшие из России, Италии, Турции, США и Германии. Развитие пригорода в столице останется в приоритете и в следующем году. Мэрион Чабан объявил, что, как и в текущем, значительные средства выделят на развитие инфраструктуры и социальные проекты. В первую очередь на ремонт школ и других госучреждений. В частности, уже запланирован крупный проект по восстановлению лицея Гиперион в Дурлештах. Поскольку это единственный лицей в Дурлештах, спрос растет с каждым годом. Вместимость заведения уже превышена как минимум на 300 учеников. Всего учебное заведение посещает около 1400 детей. Чтобы решить проблему и создать хорошие условия для учебного процесса, руководство лицея Гиперион обратилось за помощью в построении еще одного учебного блока для младших школьников. Сейчас в лицее 20 начальных классов, в которых обучают более 600 детей. Зимой им негде заниматься физкультурой. Единственный зал занят старшеклассниками. Для занятий физкультурой разработан проект благоустройства, прилегающий к учреждению территории. Он предполагает обустройство многофункционального стадиона, детской площадки для младших школьников, площадки для занятий гимнастикой, а также мащение двора школы площадью в 600 квадратных метров. Акестный территорий был асфальтат еще 40 лет назад. Директор Лицея говорит, что нужно срочно менять Икровлю. Это не очень хорошая ситуация. Личная мэрия уже выделила в этом году. Остальные запланировала на будущее. Акестный территорий не позволяет нам обустройства. Справиться с медовым кризисом можно, продвигая продукты пчеловодства на внутреннем рынке. Желающие пополнить сладкие и полезные запасы накануне зимы могут посетить ярмарку, которая проходит в сквере кафедрального собора Кишинева, где можно приобрести банку самого свежего прополиса, маточного молочка, меда и даже соты. Хотя 2020 год выдался для пчеловодов достаточно сложным, все же качественные и полезные продукты можно найти по доступным ценам. Сандука Жакарь предлагает семь видов меда – из акации, шалфея, лаванды и даже рапса. Также в сезон гриппа и пандемии большим спросом пользуются пыльца и перга. Из акации, для иммунитета, имеем очень хорошо полен, который содержит 22% витамины, альбина из полен производит пастуру, которая содержит 46% витамины, для иммунитета очень хорошая, которая содержит лептищины из матки, полен, мере албин, прополис. Продукция 100% натуральная, и это нетрудно проверить. Продукция 100% натуральная, и это нетрудно проверить. Надежда Беглец уже 30 лет разводит пчёл. В тёплое время года она путешествовала по стране с мобильной пасекой, чтобы собрать самую лучшую пыльцу. Однако мёд в этом году не уродился. Есть у нас мёд полифлор цветочный, есть из липы мёд, очень полезный от простуды, есть тыквенный мёд, он полезный у кого проблемы с печенью, выводит все токсины с организма. В этом году очень в три раза, даже в четыре раза меньше мы накачали, погода не соответствовала, засуха, поэтому меньше мёда, уже старались пчёл спасать, не накачать мёда, а чтобы у пчёл была еда. Люди говорят, что это хорошая возможность поправить своё здоровье. Здесь есть полина, потому что у меня пандемия и ковид, это самый лучший элемент натуральный, который требует иммунитет и потребительства вируса. И в этот питоц венец компарации. И он говорит, медик, это самый лучший продукт венцинатат. Мёд, мёд и мёд, мы будем покупать в мёд. Мы производители, чтобы мы промоем их в питое, в питое пандемии. Мёд, 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 мёд. Мёд, 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 мёд. Мót, мёд, мёд... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ярмарка будет работать до воскресенья с 8 утра до 17.00 Ничто человеческое им не чуждо. Столичные патрульные помогли семейной паре быстро добраться до больницы. Срочная помощь медиков потребовалась беременной женщине. Но автомобиль будущих родителей намертво застрял в заторе. Водитель легковушки, оказавшись в пробке, словно в ловушке и понимая, что для его жены и нерожденного малыша дорога каждая секунда, обратился за помощью к полицейским. А те буквально под конвоем доставили супругов в лечебницу. За последние четыре дня малыши, поспешившие появиться на свет, доставили немало хлопот сотрудникам экстренных служб. Так фельдшерам скорой помощи пришлось четыре раза принимать роды на ходу. Дважды в столице, а еще в Теленежском и Флорежском районах. В результате родились два мальчика и две девочки. Все чувствуют себя прекрасно. Осложнений не было. Сотрудники Нацинспекции общественной безопасности сегодня с утра пораньше вышли на дороги, чтобы предупредить водителей о неблагоприятных погодных условиях. Синоптики обещают на днях минусовые температуры, из-за чего на трассах может образоваться гололедица. Автовладельцы, не переобувшие на зиму своих железных коней, могут попасть в неприятности. Некоторые автовладельцы используют всесезонные шины, которые представляют собой комбинацию летней и зимней резины. Однако большинство водителей говорят, что для большей безопасности нужно менять каучук на специальный, приспособленный для холодов. Продолжение следует... Продолжение следует... Я все лето катаюсь такие резины. Это всесезонка. На джипах я всегда всесезонку ставлю. Я не ставлю летние, зимние. Это просто лишний растрат. Я, кажется, требую скидывать. Для нас и для наших шоферов, и для пассажиров, которые мы видим на автобусе. Требую скидывать. На меня скидывать, но требую скидывать. И керывание аппарата. Это очень хорошо для нас, для первого ряда. Правоохранители напоминали водителям не только о зимних шинах, но и о необходимости включать фары днем. В полиции уточняют, менять шины водители не обязаны. Но ради собственной безопасности и для того, чтобы не создавать аварийных ситуаций, лучше это сделать. Мы активировали, чтобы провести партиспанцию на трафик, который не был экипирован в анвелопе корреспонзиотой. В результате 122.5 Е, мы не обязаны скидывать анвелопы в зиму. Как рекомендую, очень хорошо скидывать анвелопы. По паркурсу ночи может быть, что вы скидываете. Выезд автомобиля в гололедицу или снегопад на несоответствующих погоде шинах по закону приравнивается к технической неисправности. Штраф за такое нарушение составляет 300 леев. Преследование детей в интернете становится все более опасным явлением. Чтобы защитить несовершеннолетних от этих злоупотреблений, генинспекторат полиции и Центр Ластрада подписали сегодня соглашение, направленное на предотвращение нескольких категорий преступлений, таких как торговля людьми, бытовое и сексуальное насилие, а также на борьбу с эксплуатацией детей в сети. Только за январь и октябрь зафиксированы 49 случаев преследования несовершеннолетних в онлайне. Это в два раза больше чем за тот же период прошлого года. Продолжение следует... Еще одна серьезная тенденция, наблюдаемая специалистами, заключается в том, что любое сокращение контакта с реальным миром во время пандемии делает детей гораздо более уязвимыми в онлайн-среде и их гораздо легче спровоцировать или манипулировать ими. Таким образом, несовершеннолетние соглашаются встретиться в реальности с людьми, с которыми они познакомились в сети. Продолжение следует... По мнению экспертов, если ребенок стал жертвой насилия, самое главное, чтобы родители отреагировали соответствующим образом и поддержали его. В противном случае, все это может иметь гораздо более серьезные последствия для детской психики. Продолжение следует... В свою очередь, родители говорят, что интернет это очень сложное пространство для контроля. Но для защиты детей надо прежде всего подать им хороший пример. Иначе агрессорам будет намного легче имя манипулировать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Потому что это очень такая сфера, которой невозможно предугадать и предсказать, что там ребенок делает. Должны родители больше задаваться этим вопросом? Да, обязательно, конечно, должны задаваться этим вопросом, пытаться максимально контролировать. Но на самом деле пример всегда начинается с родителей. И если родитель сидит весь день в телефоне или втыкает в какие-то еще другие девайсы, то ребенку больше ничего не остается, когда делает то же самое. Соглашение о сотрудничестве между двумя учреждениями было подписано в контексте Европейского дня защиты детей от сексуальной эксплуатации и насилия, которое ежегодно отмечается 18 ноября. На сегодня все. С нашими новостями можно также ознакомиться в соцсетях. Увидимся завтра в 3. Всего доброго и соблюдайте меры предосторожности. Субтитры создавал DimaTorzok